Здесь был Вася, позвони по этому номеру, Динамо Чемпион. Это лишь самое безобидное из произведений так называемого уличного творчества. Коревые надписи можно увидеть на заборах, стенах жилых домов и остановочных пунктах, в центре города и на его окраинах, то есть везде, где им совсем не место. Так, в прошлом году в Бресте пострадало 175 объектов благоустройства. На процесс устранения, которым занимаются работники жилищно-эксплуатационных служб, было затрачено порядка 35 тысяч белорусских рублей. А ведь на эти деньги можно было бы построить целых 10 игровых детских комплексов. Процесс закраски вот этих граффити достаточно сложен, потому что изначально нужно зачистить эту надпись, потом подобрать краску. Это самый сложный процесс. Шпаклюется, грунтуется. Краска должна обязательно соответствовать фасаду здания основного цвета. Пострадали здания в прошлом году больше всего на территории 6, 5 и 10 жестов. То есть, вот эта восточная часть нашего города. Нашим работникам пришлось закрасить порядка 3000 квадратных метров площадей. Не так многочисленны, но не исключаются факты вредительства и на железной дороге. Так имел место случай на остановочном пункте Юго-Запад, когда за время минутной остановки состава группа молодых людей успела раскрасить полвагона из аэрозольных баллончиков. Это люди, молодые люди, которые подготовленные, едут уже заранее с своей целью, которые везут с собой и лестницы, и баллончики, и прочее, как говорится, их оборудование или как можно сказать. Ну, краска это очень быстро. Во прибытии в Депо-Брест дизель-поезда – это как бы лишние затраты, это одно. Второе – это надо людей снимать, чтобы это все очистить, покрасить и привести, как говорится, в належащий вид. Сотрудники локомотивных бригад не раз задерживали вредителей на месте и передавали в руки транспортной милиции. Отметим, правоохранители на постоянной основе проводят работу по установлению лиц, которые совершают преступления, связанные со сквернением зданий и порчей имущества. В 2021 году на территории Брестской области зарегистрированы 261 преступления по статье 341 Уголовного кодекса. По 33 уголовным делам установлены подозреваемые лица. Согласно статье 11.3 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, за умышленное уничтожение либо повреждение чужого имущества, повлекшее причинение ущерба в незначительном размере, грозит ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин. За осквернение зданий и иных сооружений циничными надписями или изображениями, а также за порчу имущества в общественном транспорте, либо иных общественных местах, наступает уголовная ответственность по статье 341 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Данные преступления наказываются общественными работами, штрафом, арестом, исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, а также предусмотрено лишение свободы на тот же срок. Зачем портить себе карму и оставлять после себя неприглядные пятна? Куда лучше заниматься созидательным творчеством? Ведь это вносит позитив в нашу жизнь, поднимает настроение самому автору и всем окружающим. А вот такая настенная живопись вызывает только положительные эмоции, однако требует времени и определенных художественных навыков автора. При условии согласования с администрацией города, такие уличные шедевры становятся еще одной маленькой достопримечательностью, украшают наш город и делают его ярче и красивее. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович, телекомпания БУК-ТВ.